Девушки отдыхают Девушки отдыхают Наши родители назвали бы это научной фантастикой. Наши дети скажут, что это вчерашний день. Сегодня роботы только входят в нашу жизнь. Но совсем скоро сверхтехнологии и искусственный интеллект станут так же привычны, как мобильный телефон и космический спутник. Понимаете, какая штука? Они уже захватили мир, просто вы этого еще не заметили. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Представить современную жизнь без роботов невозможно. Хотя первые образцы автоматизированной техники появились всего полвека назад. Сегодня лучшие умы планеты работают над созданием идеальных машин, чтобы приблизить технологичное будущее. Мы находимся в мастерской лаборатории робототехники Искусственного интеллекта Политехнического музея. Это робот-рекс, робот-экскурсовод. Мы планируем, что когда-нибудь он будет одним из экскурсоводов в экспозиции Политехнического музея. Сейчас он, конечно, мало что умеет. Мы его оснастили руками, но тоже, наверное, это не финальный вариант. Рекс. Даже не прототип, а скорее учебная модель. На ней отрабатываются датчики, варианты оснащения и систему управления. В создании любой механической новинки используются самые последние технологии. Но зачастую их недостаточно. Самый простой робот должен иметь а. датчики, чтобы что-то воспринимать из окружающего мира. Б. Он должен иметь так называемые эффекторы или исполнительные механизмы. То есть это двигатели, приводы, манипуляторы. Самый простой робот – это тот, который просто катается сам. Робот невозможен без системы управления. То есть это та часть робота, которая воспринимает информацию от датчиков, как-то ее перерабатывает и отдает команду исполнительной части. Роботы, вышедшие из лаборатории политеха, развлекают посетителей другого музея – Дарвиновского. Главная задача пластиковых жучков – быть живыми. Предполагалось, что это как бы некоторое моделирование реальной жизни. То есть есть вот колонии существ, одни из них охотятся днем, другие – вечером, а ночью все спят. И вот надо было, например, у роботов показать, как это может происходить. Начинка у роботов одинаковая. Датчики, аккумуляторы и провода. А вот характер у каждого свой. Всего наших симпатичных роботов шесть. Они делятся на две группы – желтые и красные. А вся их нехитрая жизнь состоит из трех стадий – день, сумерки и ночь. Днем оживают желтые роботы. Они в это время активны. Они питаются около зеленой кормушки, ползают и толкают своих красных конкурентов. Лампы постепенно затухают, и в сумерках просыпаются их красные собратья. Они толкутся у кормушки, пока желтые спят. Когда система имитирует ночь, красные жучки тоже успокаиваются. Все посетители реагируют с большим любопытством. Особенно, наверное, это интересно маленьким посетителям. Я, честно говоря, тоже раньше никогда не видела таких интеллектуальных роботов, которые живут своей жизнью и у которых есть свой характер. Эти ожившие машинки – лишь первая ступень на пути к созданию сложных, высокотехнологичных машин. Заставить робота думать – главная задача, стоящая перед инженерами. Этот робот был разработан для соревнований Евробот-2011. Он предназначен для игры на этом стенде, это стенд Евроботы, где он играет в упрощенный шахмат. Он собирает фигуры, которые называются пешки, и высокие фигуры, и расставляет их на нужные клетки, тем самым зарабатывая очки. Шахматный робот только на первый взгляд кажется неуклюжей игрушкой. Через несколько лет его можно будет назвать прадедушкой сложных компьютерных систем. Ведь с помощью этого робота инженеры оттачивают более серьезные технологии. Например, на этом роботе мы обкатали сетевой интерактивный индикатор, который вводит цифровую информацию. Большинство технологий, которые обкатаны здесь, могут с успехом быть применены в других местах. Например, даже при производстве и проектировании портативной техники вполне пригодны некоторые технологии Евробот. У каждого робота имеется система управления, которая подает команды двигающимся деталям. Это аналог человеческого мозга, передающего сигналы телу. Манипуляторы и двигатели, механические мышцы и конечности роботов. Сейчас я изменю значение переменной скорости, и вы услышите, как вращаются шаговые приводы. Это специальный тип приводов, так называемые приводы без обратной связи. Они наиболее часто применяются в робототехнике, в станках с ЧПУ. Привод позволяет шашечному роботу загребать обнаруженные фигуры и перемещать их. Найти пешки помогают датчики-рецепторы, регистрирующие информацию из внешнего мира. Глазами этого робота являются дальномеры. Оценка расстояния происходит при помощи инфракрасных лучей. Эти дальномеры используются для распознавания фигур, то бишь пешек, которые лежат на поле. Когда робот проезжает мимо пешки, луч пересекает ее и определяет ее положение. На основе робота, умеющего играть в шашки, уже разработан более совершенный вариант. Наверное, так через несколько лет будут выглядеть механические домашние помощники. Если нужно, он готов и встретить гостей, и развлечь их. Робот может вести себя самостоятельно. Не только передвигаться, но и объезжать препятствия. А если требуется изменить маршрут, владелец всегда может скорректировать заложенную в машину программу. Сделать это так же просто, как перезагрузить бытовой компьютер. Также вы можете сюда залить видеоролик с звуковым оформлением и написать специальную систему сценария. И этот ролик будет проигран. Пока одни роботы только учатся выполнять сложные трюки, другие давно и успешно выполняют заложенные в них команды. На самом деле роботы окружают нас повсюду. Мы это просто не видим. У каждого из нас есть сотовый телефон. Сотовый телефон собираются роботами. Известно, что все импортные автомобили, ну и в том числе и современные наши, собираются на роботизированных линиях. То есть без робота их сделать нельзя. Первые промышленные роботы появились всего 50 лет назад. Сегодня без них не обходится ни одно крупное производство. На этом заводе собирают автомобили. Цех размером с футбольное поле. Здесь без сна и отдыха выполняет свою работу около 100 автоматических машин. К каждому роботу относится вот такой контроллер, называется контроллер управления, который состоит тоже из нескольких частей. То есть, ну самое главное, это пульт управления, через который заносятся все параметры. Электронная начинка промышленного робота мало чем отличается от внутренностей роботов-лабораторных. Только детали гораздо крупнее. И платы не такие сложные. Заводская робототехника должна исправно выполнять относительно простые действия. В этом шкафу находятся, ну, основные три элемента. Это блок питания, потом сам контроллер, который обрабатывает сигналы и управляет роботом. И сервопривода, ну, в общем, которые управляют двигателями робота. Их всего шесть. Шесть осей, шесть двигателей. Каждое действие робота, каждая точка четко прописана в рабочей программе. Робот не отступает от нее ни на шаг. Ну, то есть, как любой робот, да? Он что-то получает извне, какие-то сигналы, и должен какие-то на эти сигналы как-то реагировать. Вот в этом и состоит алгоритм. Роботу прописываются различные ситуации. И как он в этих ситуациях должен реагировать. То есть, это жесткий алгоритм. Робот сам ничего не придумывает. Всю эту работу могут выполнять и люди. Однако робототехника может обеспечить большую точность и скорость. За день эта автоматическая станция обрабатывает около 250 деталей. Человек с такой скоростью работать не может. Я думаю, что порядка 15-17 человек на данной операции было бы занято, помимо неимой данной роботной станции. По времени у человека, я думаю, занимало бы порядка 10-12 минут, тогда как робот полный цикл осуществляет за 2,5-3 минуты, в зависимости от модели. Промышленные роботы уже давно никого не удивляют. Другое дело, такие общительные машины. Добрый день. Я могу вам помочь с выбором фонтанов. А, мне нужен фонтан для ребенка. Давайте посмотрим, сейчас я вам покажу. Этот разговорчивый робот работает в магазине уже больше года. Он не только консультирует, но и развлекает покупателей, поскольку выглядит очень необычно. Они работают у нас 6 дней в неделю, с 9 до 18, помогают нашим клиентам, консультируют их. Когда народ приходит, они здороваются, народ иногда пугается, отскакивает в сторону. А так, в основном, они, конечно, вызывают положительные эмоции. Они могут их и развеселить, и разную информацию подсказать. Вот здесь расположены фонтаны для ребенка. Один из лучших фонтанов, это фонтан лягушка. Сейчас я вам его включу. Давайте. Вау. Это полуавтономный робот телеприсутствия «Эрбот-45». Инженеры уверены, всего через несколько лет такие машины будут сопровождать нас повсюду. Что такое робот для телеприсутствия? Например, нужно вам поехать на какую-то далекую конференцию, да? А в это время, ах, какая жалость, у вас еще одна конференция, но совсем в другом месте. Значит, либо нужно выбрать, либо выбрать. Куда вам интереснее, да? Либо это делается просто, вы никуда не едете, вы остеетесь дома. А на конференции вам предоставляют, ну, как бы аватара. То есть это самоходный робот с ростом, с человека. Обычно с монитором вместо головы, чтобы собеседник мог вас видеть. И со средствами телекоммуникации, то есть с камерами, с хорошими микрофонами. Эрбот-45 передвигается, объезжает препятствия и общается на любые темы. Выполняет все команды, которые поступают к нему от оператора. Управлять аватаром так же просто, как персонажем компьютерной игры. Только робот не нарисованный, а вполне реальный. Как в любой компьютерной игре, управлять роботом очень просто. Для этого потребуется клавиша W, A, S, D. Чтобы управлять головой, нам потребуются стрелочки. Чтобы разговаривать с людьми, нам потребуются наушники. Есть микрофон, то есть через микрофон мы передаем голос. И голос передается через робота. То есть, соответственно, мы говорим, нас слышат. Так же мы слышим, что происходит снаружи. То есть, например, вот я сейчас надену наушники, и я услышу детей. Так же я могу подойти сейчас к человеку и сказать ему «Привет». Связь осуществляется при помощи интернета. Внутри робота есть самый обычный модуль Wi-Fi. А специальные устройства имитируют человеческие движения. Даже когда человек двигает шеей, у него же на самом деле сокращается огромное количество мышц. Алюминия колеса – это уже огромное количество мышц. Но мы же не думаем отдельно о каждой шее, о каждой мышце, чтобы ей двигать. Так же и в роботе. Для того, чтобы сдвинуть голову налево, работают одновременно четыре мотора-редуктора. Но пользователь просто поворачивает налево. А двигатели уже сами, вот эти контроллеры, они между собой распределяют, кто на сколько смещается. То есть, снимают нагрузку с пользователя. Все передается технике. Голова машины должна не только плавно двигаться, но и в точности выполнять все необходимые действия. Для этого проводится калибровка. После нее робот будет точно знать свое местоположение и корректно отзываться на команды оператора. Голова движется по одной из четырех осей свободы на заданные маленькие шажки и фиксирует точки своего перемещения. Когда она доходит до грани своей по конкретной степени свободы и упирается в механический упор, это фиксируется датчиками, расположенные внутри головы, и заносится в так называемую калибровочную карту головы, которая олицетворяет собой карту возможных перемещений робота по каждой оси свободы. В голову Эрбота-45 вмонтирована видеокамера и микрофоны. Они позволяют оператору видеть и слышать все, что происходит поблизости. У робота, как и у человека, рабочий день 8-9 часов. Но на здоровый сон уходит меньше времени. На полную зарядку Эрботу-45 нужно не более пяти часов. У него вот эта лампа, его сердце мигающее, начинает гореть красным. Чем больше он разряжается, тем более красным. Сейчас он уже совершенно сел, и он совсем ярко красным горит. Он сначала так пульсирует розовым, потом все быстрее, быстрее, быстрее. В конце вот такое уже становится. Эрбот-45 разрядился. Нужно на зарядную станцию. Эрбот-45 пристыковался к зарядной станции. Инженеры постоянно совершенствуют роботов. Делают их более умными, более оперативными. Однако вряд ли запрограммированная машина сможет превзойти человека, если не обучить ее самостоятельно думать и принимать решения. То есть полностью адаптироваться к обстоятельствам без помощи людей. В течение примерно 20 лет работы мы разработали концептуальную модель нервной системы, которая логически следует из тех условий, в которых работает нервная система всех живых организмов. Мы называем эту систему системой автономного адаптивного управления. Ученые всего мира работают над созданием искусственного интеллекта. Робота-техника будущего сможет самостоятельно собирать новые знания, анализировать их и применять на практике. То есть самообучаться. Сейчас искусственный разум тестируется на этом космическом наноспутнике. Так называют спутники массой не более килограмма. Его можно запустить прямо с борта корабля. Астронавту достаточно выбросить его в открытый космос, как мяч. Мы не закладываем никаких изначально алгоритмов. Все знания он добывает в процессе обучения. Мы закладываем лишь искусственный аппарат эмоций, который сообщает спутнику, что для него хорошо и что плохо. Применительно к спутнику для него хорошо – это когда его направление точно соответствует цели, и плохо, когда он от цели отклоняется. Работа наноспутника – стабилизировать свое угловое положение, то есть поддерживать направление на заданную цель. Такая задача может возникнуть, например, у телескопа, которому необходимо сохранять направление на заданную звезду, чтобы делать ее снимки. Прежде чем отправиться в космическое путешествие, спутник учится в этой лаборатории. Так как пока спутник ничего не знает, ни о себе, ни об окружающей среде, он, все, что он может, это совершать случайные действия. Обычно обучение спутника занимает около 20 минут. Когда спутник достигнет обученного состояния, его отклонение уменьшится, поэтому на графике отклонения вместо таких сильных колебаний мы увидим более-менее ровную прямую. Результат отображается в базе знаний. Со временем, когда робот совершит много действий и запомнит их результат, он сможет эти действия лучше использовать. Спутник выбирает и запоминает приятные для себя моменты, то есть приводящие к увеличению его эмоциональной оценки. А все, что ухудшает эмоциональную оценку, старается отсекать. Здесь можно провести аналогию с игрой в дартс. За попадание точно в цель спутник получает условно плюс 10 баллов. За отклонение от цели он получает меньшую эмоциональную оценку. Например, плюс 8. Если он совсем сильно отклонился, то он вообще ничего не получает. Конечно, робот ничего не понимает. Он не знает, кто он и что делает. Просто эффективно действует в определенном диапазоне. Он получает информацию из датчиков, которые имитируют его первичные чувства. И знает, какая эмоция возникнет на основе этих образов. Поведение робота-спутника можно сравнить с инстинктивным поведением животного. Для того, чтобы подтвердить соответствие нашей модели нервной системы, настоящей биологической нервной системе, мы провели ряд сравнительных экспериментов с живым организмом. Мы сравнивали поведение нашего робота в процессе обучения с поведением новорожденной мыши. И тот, и другой помещались в похожие лабиринты. Знакомясь с окружающим миром, мышка хаотично передвигалась по лабиринту. Поначалу натыкалась на стены и застревала в углах. Если мы посмотрим, как ведет себя наш робот, то мы увидим очень похожее поведение. Вначале необученный робот также натыкается на стенки, застревает в углах. И по мере того, как он обучается, его движения становятся все более осознанными и целесообразными. Подобно мышке он легко начинает обходить стенки, углы и быстро достигает своей цели. Адаптивная система обучения имеется и у этой уникальной российской разработки. Это робот-гном. Его задача не только объезжать препятствия, но и реагировать на объекты зеленого цвета. Другие он игнорирует. При движении неизбежны сталкивания с препятствиями. Как поступает, для примера, в этом случае классический робот? Он сталкивается, обрабатывает данные с датчика и по заранее запрограммированному сценарию, то есть если помеха справа, повернуть налево, отрабатывает эту программу. В данном случае робот ничего не знает, никаких первоначальных запрограммированных шагов у него нет. Робот вспоминает свои действия, что в десяти случаях из десяти, когда он после столкновения в этом месте шел налево, было только хуже. А если поворачивал направо, ни с чем не сталкивался. С технической точки зрения система управления представляет собой такой объединенный распознающий-управляющий самообучаемый комплекс, в составе которого согласованно работают несколько алгоритмов, решающих задачи обучения, распознавания, задачи накопления знаний, принятия решений. Робототехника совершенствуется день за днем. Сложные машины учатся точности, грамотности и гибкости мышления. Пройдет совсем немного времени, и то, что сегодня удивляет, превратится для нас в повседневность. Роботов сейчас можно увидеть фактически повсеместно. Робототехника уже довольно-таки широко распространена, и все это будет только прогрессировать. Так что я надеюсь, что лет через десять уже можно будет вообще в каждом месте увидеть какое-то свое робототехническое устройство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова